Здравствуйте! Это подкаст «Вдохнуть и не дышать», придуманный и записанный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам простым языком. Меня зовут Савина Елена. Сегодня поговорим о принципах диагностики туберкулеза. В этом выпуске подкаста узнаем, кто и на основании каких критерий выставляет диагноз туберкулез. Для начала стоит сказать, что туберкулез не имеет специфических признаков, то есть характерных только для него. Его клинические проявления разнообразны. Заболевание может поражать различные органы и ткани, иногда локализуясь в нескольких органах. Основным условием правильной диагностики туберкулеза является комплексное обследование пациента, анализ лабораторных и инструментальных методов исследования. Главная задача врача-аптезиатра при диагностике заболевания – получение микобактерий в биологическом материале. Выявление микобактерий позволяет не только установить диагноз, но и получить информацию о лекарственной чувствительности, а значит назначить противотуберкулезную терапию, подходящую к конкретному пациенту. Диагноз в зависимости от объема полученных результатов может быть вероятным, если имеются клинические признаки – подозрительный туберкулез и положительная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – диаскин-тест. Или другие положительные результаты исследования интерферона гамма на антигены микобактерии туберкулеза в крови, например, тиспот. Установленным, если у пациента имеются клинико-рентгенологические признаки заболевания, но отсутствует бактерия выделения и гистологическое подтверждение диагноза. Верифицированным, если у пациента наряду с клинико-лабораторными и рентгенологическими признаками туберкулеза обнаружены микобактерии туберкулеза любым микробиологическим и молекулярно-генетическим методом. Если микобактерия не обнаружена, но получены результаты гистологического исследования, указывающие на наличие туберкулезного гранулема в пораженном органе, диагноз также считается установленным. Туберкулез – заболевание, которое старые врачи называют обезьяной всех болезней. Он может походить на любое заболевание. Именно поэтому в настоящее время врачи-фтизиатры стремятся установить верифицированный диагноз, то есть найти микобактерию любым методом. В настоящее время доля верифицированных случаев туберкулеза в Санкт-Петербурге достигла 86%. Для получения микобактерий необходимо повторное исследование материала, а чаще всего это мокрота, поиском микобактерий под увеличением микроскопия, посевом на питательные среды, а также молекулярно-генетическим исследованием, которое в настоящее время является наиболее точным и быстрым методом обнаружения ДНК микобактерии туберкулеза. Мокроту можно получить путем откашливания. К сожалению, не все пациенты умеют откашливать мокроту и часто сдают на исследование слюну. Более точным методом получения материала из легких является фибробронхоскопия, во время которой доктор берет материал из глубоких отделов бронхиального дерева. При обследовании доктора-аптезиатры не всегда могут получить микобактерию туберкулеза. В таком случае им помогают врачи-эндоскописты и хирурги, которые проводят различные виды операций и получают небольшой образец ткани, который после этого подвергается специальному гистологическому исследованию. Стоит отметить, что диагноз туберкулез подтверждается комиссией врачей противотуберкулезного диспансера, который принимает решение о необходимости диспансерного наблюдения, в том числе госпитализации, лечения пациента с туберкулезом. О принятом решении пациент информируется письменно в трехдневный срок. С целью повышения качества диагностики туберкулеза в городе существует Центральная врачебная контрольная комиссия – ЦВКК. Комиссия состоит из наиболее квалифицированных специалистов – фтизиатров, в том числе обслуживающих детское население, рентгенологов, хирургов. Комиссия дополнительно проверяет правильность постановки диагноза и назначение лечения. Туберкулез – очень серьезное заболевание, и ошибки в постановке диагноза нельзя допускать. Они дорого могут стоить пациенту. Именно поэтому необходимо столько обследований, чтобы человека лечили именно от того, чем он болен. Современные методы диагностики позволяют найти микобактерию в большинстве случаев и узнать все о ней, а значит подобрать наиболее эффективную терапию. Если у вас остались вопросы, напишите нам в соцсетях или на почту. Контакты мы оставили в описании подкаста. Этот выпуск для вас подготовила врач-фтизиатр городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга Болдырева Наган Бадмайнина. Благодарим, что дослушали до конца. Будем рады отзывам на подкаст.